Всем привет! Вы на канале Просрочка Патруль Нижний Новгород. И сегодня мы вам покажем все плохое, что можно увидеть в Тухлопритоне под названием Спар, который находится по адресу город Нижний Новгород, Малая Ямская, 65, дробь 4. Вас ожидает пофигизм на просрочку со стороны руководства помойки. Вы увидите, в каком ужасном состоянии находится товар в отделе с детским питанием. А также мы покажем муху, которая пострадала, попробовав продукты в Спаре. Поддержи ролик лайком, мы старались для вас. Приятного просмотра! Тарталетки. Дата изготовления 4 февраля. Строг годности 150 суток. 5 месяцев. Просрочились в начале июля. Город Нижний Новгород, улица Малая Ямская, дом 65, корпус 4. Проверим. Вот написано 150 суток. А там еще и сходим? Нам нужна тележка, но тележки тут нет. Вводим с корзинкой. Вот еще. Так, 4 февраля. 150 суток. Просрочено. Просрочено. Это тоже прокручено. Это тоже маленькие. Тоже 150. Ага, вижу, 150. 1 февраля не сготовлено. Да? Это тоже просрочено. Так, сегодня мы с корзиночкой. Сегодня у нас не огромная закупка. Сегодня у нас рейд по просрочке. Что-то у нас в Саре. Упакован 14 июля. Ну, мы понимаем, что 12 часов реализация, но у них можно 7 суток этот спорт. Здорово. Вон, тротуалетки нашли уже. Смотри. Целость ваших, да? 60 суток, срока он произведено в марте. Произведено 3 марта, 60 суток. Получается просрочено. Короче, все. Давай, не кидай, показывай мне. 3 марта, 3 марта, 50 суток все. Так, 3 марта, 60 суток. Это вообще без силов. Косичка. Неограниченный срок годности, что товар. Ну, вот еще тоже. Ну, и как это продается? Не знаю. Что с ним делать? Она скажет, что маркировка не успел налепить. Может спросить ее. Налепите нам, пожалуйста, мы купить хотим. Можно? Посмотри, мне тоже я не могу считать. Вот это можете проклеить. Вот это, что-то летки стоят. Сейчас проклеит нам. Да? Да. И вот это еще. Сверху нам клеят. 150 суток от 5 месяцев. До 6 июля просрочено, да? Есть что-то такие? Толица. Давай, забирай все. Вон, наклеил все. Спасибо. Ну, и что теперь? Просрочено. Ребят, только что она упаковала. Упакована сегодня. Прорезено 3 марта 60 суток. Ну, теперь она доказала, что это просрочено. Спасибо, Ирина. 3 марта 60 суток. 3 марта 60 суток. Еще 3 марта. Даже у кого нет маркировки, маркировку делают и оказывается просроченным. 3 марта. Там тоже нет, смотри. Попроси налепить, сейчас будь просрочен. Вот все. Тотальная сырная вечеринка. Сырная закупка. Да. 3 марта везде даты изготовления. 60 суток. Получается, это в мае. 2 месяца назад просрочилось. 3 марта 60 суток. Ну, что эти два берем? Опачки. Ребята, у меня принесли колбаску до 16 июля. На 4 дня просрочилось. Ребят, колбасочка. Это же супер магазин. Тогда тоже спар. Это свежий магазин. Откуда здесь просрочка? Не верят. Не верят. Здесь не может быть просрочка. Это спар. Проверим спаровские яички. Что у них тут? О, забираю, смотри. Собой кусма. 7 суток. 13.07 время. Время 16.50. Ребят, фиксируйте, проверяйте. Сыр умер. У меня корзинка кончилась. Надо вторую. Выборите. Что это вы положили? Вот, а тут же с витриной? Во-первых, это не в витрине лежало. Это вообще-то нарезано. То есть, кому просрочено? По вашей же маркировке. Упаковано. 13.00. Срок 7 суток. Хорошо. Это все просрочено? Хорошо? А что хорошего? Это плохо. На колбаса у них лежит, смотри. О! Цель течен, причем? Я такую ем, она так не должна выглядеть. Она зеленая. Сразу видно вот это, вот это. Они уже плохие. И вот это под вопросом. Срок годности 4 месяца, произведено 25.02. Лещ Вяленый стал лещом просроченным в июне. 25 февраля 4 месяца до июня. А это что у нас? 30 суток 40-го годности от 11.06. Скумбрия. Скумбрия померла. Атлантическое холодное копчение. 11 июня 30 суток. До 11 июля. Так, а это? 11. Ага, давай. 11 июня 30 суток. Почему они не снимают свою тухлетину? Они потом снова скажут, что у них весы неправильные. Сколько лет ходим с парой, у них до сих пор весы неправильные. Они все к айтишникам обращаются и все у них что-то не так. Кассиров нету, мужчины кассир ходят, выглядывают на нас. На нас? Пусть смотрят. Переложим немножко, чтобы они совсем набиты были. Давай, давай. В честь празднования 800 лет в Нижнем Новгороде. Встречайте ориенитар. В Нижнем Новгороде 800 лет сполняется. А магазин утраивает нижнегородцев тухлятиной. Где 800 лет? А можно вас попросить колбаску, пожалуйста? И сразу вот это еще можно. И можно еще вот это посмотреть? Фламенко. Написано, что упаковано под вакуумом. А вакуума там нет. Там внутри воздух. Здесь тоже? А, тут разрезано, да? Там органолептика немножко, если только потеряна. Она позеленела. Ну да, видишь, вот цвет еще нормальный лежит. Вот это. Вот даже розовенькая хорошая колбаса. Вот это не очень уже зеленый. Ребят, сравните цвет. Поприм? Мы любим зеленый колбасу. До 20-го года. Кто? Второй, который снимет. Ага, кстати, окорок свиной. Можем вас еще, пожалуйста? Спасибо. Окорок свиной. Полуфабрикат лоток. Годен до 20-го июля. Ребята, сегодня сдохну. Котлеты еще, да. Так, а это у нас котлеты куриные. Изготовлены 13-го, 07-го. Годен до 20-го, 07-го. Оп. Тарталетки. Изготовлены 8-го января 21-го. Срок годности 6 месяцев до 8-го июля. Вторые тарталетки. 8-го января 6 месяцев до 8-го июля. Да, можно маленький кусочек, а то окорок пускать, разрезанный. Да, любой. Блин, нет ничего, смотри. А может другой тогда, вот этот? Там что-нибудь наклеено у вас? Это относится к этому, а это к этому. Нет, тут наклейка есть, когда разрезали? Вот это. А ты на вас? Нет, разрезали, когда разрезаете, там срок уменьшается. Да, просто знаете, когда вот это разрезано? Две недели назад или три. Продавец вежливый. Не то, что в других спарах. Пока что еще колбасу меня не запустили. Все впереди. Какая-то такая? До 19.07. Колбаса. А они что, сроки затирают? До 19.07 вчера посрочилась. Ребята, это спар. Колбаса посрочилась. У меня есть вытелячка есть. А на эту нету? Нету? Блин, а как же... А последний маленький кусочек оставался. А как же узнать тогда, когда ее раскрыли? Я вам же разговариваю. Потому что все они лежат. Нет, так это от другого пуска. Я говорю, это месяца три назад разрезали. Если месяца три назад, то у нее совершенно товарный. Ну ладно, ладно. Три недели, хорошо. Три недели? Нет? Согласно полностью. Во-первых, когда он лежит на сегативе. Вот сейчас вы давайте, я отрежу, через час вы возьмете ленеек. Ну значит, это уже давно лежит. Нет, не давно лежит. А зеленеет товар после какого срока? Зеленеет? Да. Он не зеленый. Ну вот сказали, товар не зеленый, а зеленеет после какого срока? Я так думаю, что это два дня, это точно не зеленый. Если без вакуума, да? Конечно. Ну то есть как это? Это свойство колбасы. Она не зеленая. Девушка, она уже зеленая, она не должна такой быть. Согласна. Выжит, продаете. Этим травиться можно, она зеленая. Там есть такая же колбаса, но совершенно другого цвета. Полностью. Не срез, а полностью другого цвета. Срок-то у нее написан до октября, но она разрезана. Ну не сегодня и не вчера, точно. В первом вечере у меня даже различная утроносность. Ну не полностью же. Она со всех сторон зеленая. Это ладно, если только срез там зеленела. Тут получается она прям полностью. Что это у нас такое мне принесли? Мистер риса. Саус сырный. Ее просрочился 24 января. Нифига себе. А сегодня у нас 20.07. На полгода просрочка. Офигеть. Колбаса. Чернышихинские. До 18.07. Свежий магазин, свежий. Ребята, давайте мы возьмем пару корзинок и переместимся в какой-нибудь другой отдел. Я нашел. Агуша, засыпай-ка, не просыпай-ка. При администраторе снимаю. Рота няня до 15 июля. Вы снимаете, я не даю вам согласия. Что? А, ваша камера нас снимает, а мы все тут снимаем. Я говорю, что я твою куплю, по-другому разрешу. Я вас услышал. Хорошо, спасибо. Можете подать суд на меня. Вас не смущает, что у вас детское просроченное питание? Очень смущает. Не хватает? Кого не хватает? Сок. Ну, хоть не огурцов. Огурцов и не хватает. Продавцов не хватает, говорят. Тоже снимать запрещают? Да вообще, просто какие-то секретные объекты. До 15.07 просрочка. В этом районе все непуганные, видимо. Ой, тут мухи летают. В детском питании летают мухи. О, еще нашел. О! Целый склад, да? Я склад нашел. Я нашел склад. Вот, до 15.07. Вот, еще. До 15.07. Смотри на нее, снизу. Это парашка какая-то тут. О, мухи там летают. Там что, открыл улья что ли какой-то? Мухи. Вот, еще. Смотри, какие детское питание у них. Ребят, смотрите. Смотри, что. Сыр заставил. До 19.07. Давай еще найдем. До 14. А смотри, что творится вообще. Ой, она уже бомбанула. Да, дамена. Она бомбанула. А ей не интересно. Нет. Ой, тут муха умерла. Давай скорую вызовем. Она еще жива. Место происшествия писать надо. Отойдите, администратор ей. Важным делам, наверное. До 19.07. Крутая няня. Смотрите, какая вкусная. Скажи, там, самый вкусный. Вы видите, что творится вообще. У вас мухи умерли даже от этого. Убирали. Конечно, мы все это подбросили вам. Вот еще до 15.07. Самая первая, да? Вот, это все подбросили вам. Это из моего рюкзака, наверное. Еще до 14.07. В команде Дэвин Флейн, короче, невидимый есть. Смотри, что творится. Там все-то взорвалось. Я в шоке. Мне сейчас вырвет. Ужас. Ребята, детское питание. Что творится с магазином? Детское питание не снимают, зато снимать запрещают. Это спар. Ой, приклеилась. Смотри, смотри, не берется. Сейчас ты ее вырвешь, она... Она не берется, смотри. Порвется и скажет, ты спорчешь. А зреть, что творится? Обалдеть. Порчи имущество. Надо срочно снять порчи. Если ты дернешь, она порвется. Не дергаю. Как посмотреть сроки тогда? Давай, давай, давай. Нет, там все, я уже... Она приклеилась, ребят, смотрите. Там конкретно уже приклеилась. Это теперь муляж. Это суперклей. Спаровский. Они сами производят клей. Просто позорище, спару. А, я испачкался. Мне салфетку надо. Все, я в ком-то говне испачкался. В общем, вот такие пироги. Детское питание мы здесь все посмотрели. Надеюсь, мы больше ничего не пропустили. Спаровский натуральный смузи. Банан-манго. Изготовлен 14 июня. Срок годности 30 суток. Шесть дней назад сдох. Это самый свежий магазин спар. Продает тухлетину. Откуда она здесь берется, не знаю. Говорят, я в рюкзаке все приношу. Они не верят, что это их товар. Так, а у тебя что? Бумбаш. Баночка мятая. Нельзя продавать мятые баночки. Окисляется. Продукт внутри. Смотри, в обычной природе рыба у нас воздухом дышать не может. Живет только в воде, правильно? А это рыба самоубийца. Она обитает в магазине спары. Пытается дышать, чтобы сдохнуть. Чтобы не жить в этом магазине. Словно детского тупляка. Ну, короче, она без окна. Да. Вы показали им этот ужас, что там не открывается коробка? Приклеили. Во, вон там что творится. Там кто-то блеванул, походу. Несколько питаний все сейчас мыть будут. Срок годности 2 месяца с даты изготовления. Смотри, изготовленный упакован 28 мая. А здесь годен до 28 сентября. 2 месяца что-то незаметно. А спар, походу, на 2 месяца. Нифига себе. Понял? А тут 4 месяца. Да. Здесь 2, тут 4. По оригинальной упаковке здесь вообще ничего не пробито. А с парой, походу, решили всех обе, обкопибарить. Хотя у нас врачистка продолжается. Типа проснулся, да, товарищ? Да, да, да. У меня просто документ, короче, тоже тиктоп. Вы же на ютуб выкладываете, да? И никуда. И тиктоп, конечно. И ютуб, и тиктоп бывает на порнхаб закидываю. Ну да. На порнхаб. Понятно. У меня другом, короче, просто недавно сфоткался, короче, с упаковки с шелками, короче, который тоже такой херей занимается. Он типа фанат вот этого типа, о, красочка, вау, 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 джёв, паника, вот это вся. Ну, передавайте ему пятюню. Он бы, если честно, с вами исполнился. Я бы не сказал, что мы черней занимаемся. Смотрите, мы за работников сколько дел сделали. И просроченные детки питания. Да, да, да. Не х**. Ой. Бурак. Ну что, Елена у нас же не та. Давайте, положим ей, может, она пробьет нам товар. Елена, нам подойдет кто-нибудь? Если не вы, кто-нибудь другой. Вообще интернет-магазин смотрим. Ну, типа здесь 4 месяца, а здесь 2 месяца. Пивку-пивку. Мы смогли. Чай-пивку. Пиво Андрей. Заготовлено 15 марта до 13 июля. Неделю назад просрочилось. Вот и пиво, и рыба. Так, а что, и две бутылки? Да, две уже. А я думал, одна. 13.07. 13.07. Две бутылочки. Что еще? Лакшери, говорю, магазин берут дорогой пивас, а дешевый, короче, нифига не хотят. До 13-го, да? Вообще не пивас. Третья картинка пошла. Обычная ситуация, наоборот, работает. Банк эти бутылки показывает. Да, да. 13-го. Марш, все. 13-е. Не, показывай. 13-е, ребят, одна партия. Можно узнать, когда это готово? Просто написано 2 месяца, а тут 4 месяца. Какая из них правильная этикетка-то? Это вы клеете этикетка, Валя? Нет, разное. Просто там написано 2 месяца, а тут от мая по сентябрь 4 получается. Если до плюс 25, то 4 месяца. Соблюдение всех условий. А так они получаются за несколько. При разной температуре, да? Да. Ну, это же не мы племя, это, например, только каши такой. Не могу все. Ну, на альбом случае уже не по-другому. Так, ребят, конфеточки Линдер. Линдер. До 20-го июля. Сегодня они умерли. Так, еще коробочка до 20-го июля. Свободились? Да, есть. А знаете, что это такое? Знаю, не знаю. Откуда? Кто вам сказал? Кто признался? Откуда столько просрочки в маленьком магазине? Потому что, по-другому, все, смотрели. А чем они у вас занимаются на работе? Работают, выставляем товары. А сроки смотрят? Ну, не дай, пропустили. У вас там товар до января есть? Спасибо. Там, наверное, испачкан детском питании. Раз вакуум. Найдите нормальную. Такое продавать нельзя. Хорошо, спасибо. Что будете делать с своими продавцами? Ну, менять будем. Заводить, беседу. Менять? Не, у которых и менять, у которых. Сейчас посмотрим. Уководство решит. Еще, да? Да, весь раз вакуум. Ну, знаете, что делать там с этим? Выкидывать не помоешь. Вкидывать не помоешь. Ну, вот. При нас сможете все это скрыть, списать? Ну, я при вас не могу ничего сделать. Совсем-совсем ничего? Я сейчас вытащу на склад. Завтра руководство придет, решит. Нет, хорошо. Не списывать, скрыть хотя бы товар. Пожалуйста, что хотели мне. Все. Весь товар. Тебе принесете лежать, чтобы вы туда складывали? Нет, я не буду ничего вскрывать. А при полиции? Мы на самом деле вам все снимаем. А при полиции? Спасибо вам, чтобы... Нет, нет, нет. Не угоняйте. Что к девушке? Да, да, да. Оставьте сходу. Да, ухода. Воруют, воруют. Очень уважаю ваши снижения. Что вы делаете? Привет. Можно с вами сфоткаться, пожалуйста? Мне друг прибежал такой, типа, потому это... Ну, короче, я вот, послушаю, потому что он не ждал, вот. Может, с вами сфоткаться, пожалуйста? Да, запросто. Давай я сфоткаю вот так вот. Пожалуйста. А я вот тут, короче, с утра на покровке слезал кого-то. Тоже. Я подумал, короче, это клуб потрет. Но я не уверен, короче, я что-то видюшки пересмотрел. Я сейчас вот так как бы это... Относится к этому? Сейчас покажу. Они имеют какое-то отношение? Ну, к этой деятельности. Ну, по-моему, это показалось. Ну, я посмотрел, это не он, по-моему. Не знаю, так. Не знаете таких? Я понял, он как бы похож, чувак. Но я посмотрел потом видео, я там пьяненький был немножко. И сейчас, простите меня, пожалуйста, короче, я просто хотел вот с вами сфоткаться. Я уважаю ваше действие. То, чем вы занимаетесь. Спасибо. Вам спасибо большое за то, что вы выбираете всю просрочку из магазинов. Минуты раньше у нас ее украсть хотели только что. Ну, я очень... Я все выпуски ваши смотрю. И Артем Вольфман с ним, видите, видео. Вот я видел ты как раз в последнее видео, он говорит, тут у меня новый оператор с водой. Это я. Вот, я вот в последнее видео его видел. Респект. Спасибо. Спасибо. Ну, что, она не хочет скрывать. При полиции захочет, как думаешь? Не знаю. Скоро Инжегородский? Наверное. Они не приедут. Они не приедут, ППС Максим. Тогда сами вскрываем, а что нет? Давай. Вот, а что просрочно. Давай Наташу прям выгоним. Вот этим можно залить. Все было бы. В общем, ребят, она не захотела вскрывать Пухлетину. Вы знаете, что надо делать? Будем вскрывать сами. Ну что, берем простую корзинку. Что, ломаетесь? Ой, что ли? А там, по-моему, один какой-то начальник в розовом. Давайте с вами. В розовом? Там какой-то СБшник. Да, да, да. Он в розовом. Видишь, она с ним расширена. А, это который Пивас подходил. Смотри. Там. Я сказал, что Пивас много тухло. Там СБшник, походу. Или Парашник. Минку все равно не приедут. Парашник, по-моему, в безопасности вы? Ничего. В смысле? Если вы имеете какое-то отношение к работе данного магазина, хотелось бы взять... В смысле вас не касается? Хотелось бы уточнить, как вы могли бы уйти. Такой ли вообще на витрину? Молодой человек, куда вы уходите? Я же не с рынка, вы не бойтесь. Я не аккредитованный. Люди отравиться, может, там, просроченный детский питание. Я вообще пофигу. Прям безразничный. Ну, пусть нравится. Пусть нравится. Спар самый свежий магазин. Проверить, он, она пишет список. Проверить, пятые, десятые. Походу, да. Фрукты, овощи. Волную. Ну, значит, это не с большим, я такой-нибудь, там, мерчендайзер, может. Послежить. Директор послежить. Директор послежить. Что ты делаешь? Сыр. Ты где тучку взял? Нельзя бывает. Полбасу фронтить надо. Отложишь? Сейчас? Вот так, вот так просто. Давай, это, да. Пополучится. В общем, ребята, если к нам какие-то претензии у магазина будут, мы все это готовы оплатить. Карты пятерочки. Нет, не обязательно карты. А что ешь на карточку? Попробовать себя в барменском деле? Ну, а тогда уж тарталетки с колбаски повешу. Сейчас, подожди, сейчас я его сболтаю, как этот, прошаренный чай. Я придумал более изощренный способ. Жалко, что администратора нету здесь. Да они после работы сидят. Она увидит потом. Ну все, ребята, красота. Поддержите лайком, если вы, за такую утилизацию. Вот так, я думаю, они уже не смеетесь подавать. Все, норм. Чтобы люди не отравились больше в этом магазине, мы их избавили от просрочки. Жалко администратору пофигу. Не, кто кому-то, кажется, все просрочивает. Все, дырку. Вон, ручкой протаскивает. Вот так вот это делается. На пиццу. О, точно, сейчас, подожди, я придумал новый вид хот-дога. Сейчас она вылится. Нет. Давай, ты сможешь? Надеюсь, они из нее пиццу не сделают. Это надо вот мой суперключ. А, у тебя вообще круто. Ты как так делаешь? А, нет. Да, я тут где-то просто вырву. Вы не захотели, мы сами начали. Все? Ну что, все вскрыто? Всего доброго. Мобильного приложения нам не надо. Спасибо. Можем купить. Хорошего дня, до свидания. Нам не надо, походу. Ладно, пошли. У меня еще возврат. А, где вообще-то? Там внутри. Где-то здесь. Лицензия просроченная. О, еще на три года. А вы почему алкоголем торгуете? Потому что в 18-м году у вас просрочилась. До декабря 18-го года. На осуществление розничной продажи алкогольной продукции. А вот это прикол. А вот это уже вы, аз. Я сходку. А, ну что-то про то, что. В общем, ребят, спарит даже лицензия на алкоголь просрочена. О, успешно. Все, доброго. Лицензия твоего новичка алкоголь. Она у вас просрочилась. Как три года уже. Какой спар? Ну, что, дальше будут торговать. Ничего страшного. Это же спар. Она ее сейчас обратно повесит. Никакую лицензию они не подновят. Вот такой вот спар мы посетили. Редкостную помойку. Магазинчик маленький, а руководству плевать, что на полках находится детская просрочка. Даже муха, которая решила полакомиться просрочкой, сдохла от нее. А ведь это могли быть малыши, для которых предназначен данный товар. Поддержи ролик лайком за наш труд. А также напиши в комментариях, нравится ли тебе такой спокойный формат роликов. Или может тебе хочется оказаться в мире сказочных персонажей, которые до сих пор запрещают снимать их тряпки. Мне интересно твое мнение. Также все ссылки на наши соцсети в описании под видео. Торгуете просрочкой? Тогда мы идем к вам. Субтитры создавал DimaTorzok